Минск сегодня отмечает День города. Белорусской столице исполнилось 949 лет. В эти выходные она погрузится в праздничную атмосферу. Свой день рождения столица отметит с размахом. Во всех районах города развернется праздничная торговля и состоятся концерты. Кульминацией же станет красочный салют. У главной площадки возле Дворца спорта уже находится наш корреспондент Вероника Бута. Вероника, какие сюрпризы минчанам и гостям столицы подготовили к празднику? Добрый день, Людмила. В эти минуты у Дворца спорта стартовала праздничная программа. Ее начали коллективы, с которыми минчане уже знакомы на праздниках национальных культур в Верхнем городе. Также открыт город мастеров, заработала ярмарка. Здесь сегодня идеальное место для шопинга, потому что у главной площадки организовано около 5000 торговых площадей. Обещают большие скидки, распродажи. Впервые в этом году здесь проходят мастер-классы по приготовлению национальных белорусских блюд, готовят обеденное меню, после чего начнется дегустация. К слову, гости праздника также смогут попробовать специальную аварийно-спасательную полевую кашу, которую приготовят прямо на месте участники спортивного праздника «Железный пожарный». Кроме этого, спасатели покажут, какими средствами пользуются при чрезвычайных ситуациях. Им предстоит проходить различные испытания в полной амуниции, а это дополнительно около 30 килограммов. В программе празднования множества культурных и спортивных событий, к слову, здесь, на главной площадке, спортивные мероприятия будут проходить без остановки до 10 вечера. Столичные спасатели решили устроить небывалое силовое шоу для гостей праздника. Именно здесь, на площадке возле Дворца спорта, сегодня пройдут международные соревнования «Сильнейший пожарный спасатель», в которых примут участие команды не только из Беларуси, но также из спасательных ведомств Литвы и России. Сегодня здесь будет много интересного. Таких соревнований в СНГ еще не проводилось. Эти соревнования не просто пожарный спорт, это именно сочетание силовых и скоростных упражнений, что дает возможность победить действительно сильнейшему, кто подготовлен лучше не только физически, имеет наибольшую выносливость, но и выполняет элементы, которые применяются в боевой работе пожарных спасателей максимально четко и быстро. Не обойдется, конечно же, в этот праздничный день и без подарков. Любимому городу в эти минуты в партизанском районе столицы открывают парк экстремальных видов спорта, обещают, что он станет лучшим во всех странах СНГ. А в верхнем городе появился памятник основателям первой национальной белорусской оперы. Всего же мероприятия пройдут на сотне площадках во всех районах столицы. Здесь же у дворца спорта праздничные мероприятия продлятся до позднего вечера, а заключительным аккордом по традиции, конечно же, станет праздничный красочный фейерверк ровно в 10 часов вечера. Людмила. Спасибо, Вероника. У главной площадки возле дворца спорта наш корреспондент Вероника Бута. Минск отмечает историческую дату 949 лет.